Самый больной и существенный вопрос для отрасли, говорит Светлана Фадеева, это оплата труда. Для того, чтобы повысить зарплаты учителям и воспитателям, Минпрос совместно с Министерством соцзащиты разработал поправки в закон об оплате труда работников бюджетной сферы. Средства планируют брать из фонда экономии заработной платы. Мы внесли предложение, что оплата за квалификационные категории должна быть увеличена в пять раз. То есть за высшую категорию это будет 100 РОМЗП, за первую категорию 75 РОМЗП и за вторую категорию 50 РОМЗП. Для всех работников бюджетной сферы меняется тот потолок надбавок, который был возможен при действующей норме закона об оплате труда работников бюджетной сферы. Поэтому в том новом внесении изменений в закон, который мы внесли в Верховный совет, эта планка с 70 РОМЗП поднимается до 140 РОМЗП. Не без успеха в столице решается один из самых актуальных вопросов последних лет – ситуация с очередями в детские сады города. Светлана Фадеева рассказала, за последний год в Террасполе в строй ввели три новых детских садика, еще два – на подходе. Это существенно снизило напряжение. Такого не было, извините, последние 25 лет, это точно. Поэтому, конечно, сделано в этом плане очень много. Я хочу обратить ваше внимание, что это не просто открытие детских садов, это полная реконструкция детских садов, это полное оснащение этих садов мебелью, кухонным оборудованием, всем необходимым. Конечно, это достаточно большой труд и достаточно значимая победа в плане обеспечения детей дошкольным образованием. Конечно, на встрече не могли обойти вниманием главный вопрос преднестровского образования – единый госэкзамен. Каковы его результаты? Оправдывает ли себя подобная форма проверки знаний и будут ли изменения в форме итоговой аттестации? Министр просвещения отметила – система проведения ЕГЭ в ближайшее время пересматриваться не будет. Дети достаточно успешно выдержали экзамены и по образовательным предметам, которые являются обязательными по родному языку и по математике. Единственное, что мне бы хотелось отметить, что в этом году по тем образовательным предметам, которые шли на выбор для поступления в систему высшего профессионального образования, ребята показали гораздо лучшую подготовку, чем в прошлом году. На встрече затронули самые актуальные темы работы системы просвещения республики. Говорили и о профессиональном образовании, о культуре и спорте. Такой формат, по мнению Светланы Фадеевой, позволяет изучить ситуацию в каждом конкретном населенном пункте, чтобы оперативно решать проблемы в отрасли. Татьяна Сярова и Олег Коваленко, Первый Приднестровский телеканал.